Огромное количество праздников в сегодняшнем днём числится. Помимо столетия социальной защиты, сегодня ещё и День Птиц Всемирный, между прочим. Именно по этому поводу не совсем сегодня, Слава, я тебя поправлю, если ты позволишь. Всемирный День Птиц отмечается 1 апреля. Именно поэтому красноярцев с птичьими фамилиями пускаются скидкой в парк флоры и фауны Ройфручей. Анна Троегубова сейчас с нами на связи. Пытается прикинуться не Троегубовой, а Голубевой. Ань, скажи, пожалуйста, пускают ли тебя в зоопарк и просят паспорт на входе или нет? Доброе утро, Слава Дима, доброе утро всем у Красноярского края, всем, кто нас сейчас смотрит. Но нет, на самом деле паспорт у меня не посмотрели, поверили на слово, что фамилия у меня, к сожалению, к моему великому не Птичья. Всего лишь Троегубова, но я думаю, что как-нибудь с этим когда-нибудь справимся. Но в Ройвом ручье сегодня действительно так подвезет немного тем, кто... Завтра. Завтра, простите, да, завтра-завтра, внимание, повезет тем, у кого птичья фамилия. Но это не единственная, не единственная прекрасная возможность сходить в парк Ройфручей. Международный день птиц встречается 1 апреля. И Лена Шабанова нам подробнее сейчас расскажет о том, что здесь можно будет... Как может быть этот день вообще провести здесь, что очень логично, в парке Ройфручей. Доброе утро всем телезрителям телеканала Енисей. Хочу сказать о том, что День птиц это вообще на самом деле один из первых экологических праздников, которые начали отмечать в России и вообще во всем мире. Его цель, задача и охранение редких видов птиц и вообще биоразнообразие, скажем так, пернатых. И поэтому призываем всех присоединиться к этому празднику. 1 апреля прийти в парк Ройфручей. Ну, конечно, в первую очередь посмотреть на наших птичек. Причем у вас есть уникальная возможность. В 13 часов состоится бесплатная экскурсия по входным билетам в парк. Наши экскурсоводы всех проводят и познакомят с нашими птичками. А у нас их действительно много и достаточно редких много птичек. В 13.30 эта экскурсия закончится. Ну, кроме того, можно просто подойти к 13.30 в наш комплекс экзотических животных. И наши орнитологи покажут гнезда вообще птичек. Каким образом птички высиживают свои яйца. В 14 часов замечательная процедура овоскопии. Она будет очень интересна детям. Ну, не только детям, в том числе и взрослым. Овоскопия это процедура, с помощью которой орнитологи определяют, появится ли яйца птенчик. Ну, то есть, вот такой вот интересный праздник, в котором вы можете принять участие. Ну, а кроме того, конечно, это будет викторина. Кроме того, это будет эстафета Ройфручей и крыляет. Крылатые выражения конкурса и так далее и тому подобное. Ну, и безусловно, все люди Вороновы, Голубева, Орлова и так далее в этот день получат счастливые, то есть льготные билеты в парк. Добро пожаловать. Еще один момент хочу сказать о том, что в этот день парк Ройфручей присоединяется к международной акции. Называется она Silent Forest. Молчаливый лес. Проводит ее 200 зоопарков по всему миру. Их задача рассказать о том, что в лесах в Юго-Восточной Азии, Таиланд, Камбоджи, Индонезии и так далее, леса вдруг замолчали. Почему? Потому что люди отлавливают птичек и они исчезают. Спасибо большое за рассказ об интересной программе. Но мы теперь обратимся, собственно, к виновнику этого торжества. У нас Мых и Дарья. Расскажите, пожалуйста, что мы видим, что это сова, но это наверняка непростая сова. Естественно, непростая. Ну, во-первых, начнем с того, что это ручная у нас сова. Да, вы видите, я спокойно могу ее держать на руке. Он не пытается улететь, он не сильно волнуется. Но, естественно, он волнуется немножко, потому что все-таки еще утро, совы еще достаточно активны в это время суток, да. Этому товарищу мы, к сожалению, пока не знаем его пол. Это внешне отличить их невозможно. Ему сейчас около двух лет. Мы его начали приручать уже в младенчестве, можно так сказать. Вот только буквально они вылетели из гнезда. Мы их взяли у родителей, начали сами выкармливать, начали пытаться вынашивать на руке. Для чего мы это делаем? Мы периодически устраиваем различные показательные лекции о хищных птицах, в том числе о совах. Мы рассказываем людям о том, что эта птица достаточно опасна для того, например, чтобы содержать ее дома. В принципе, рассказываем о том, какие ошибки нельзя допускать, когда вот вы видите, допустим, беззащитного, скажем так, совенка в лесу, нельзя его забирать. Почему? Ну, в том числе о краснокнижных птицах, которые у нас тоже содержатся в зоопарке. Ну, в общем-то, для этого и существуют зоопарки, чтобы действительно не дома держать такую прелесть, а прийти в парк. И вам еще подробный рассказ об этом животном, об этой птице тоже проведу, в том числе завтра напомню, нужно приходить в парк Роев Ручей и вот об этом узнавать. Но еще напоследок, буквально в нескольких словах расскажем, что и сегодня в парке Роев Ручей что-то у нас интересненькое ожидается. Да, дело в том, что сегодня наша лисичка Веснушка по имени Веснушка, она отмечает свой первый юбилей, ей исполняется 5 лет. Мы сделали для нее вот такой подарок. Это тортик, печеночка, морковка, украшена все перепелиными яичками и творогом. И тоже все красноярцы приглашаем на этот маленький, небольшой камерный праздник. А если вы придете с рисунком про лису Весну, то вы тоже получите счастливый льготный билет. Добро пожаловать в парк Роев Ручей с 12 до 14 будет небольшая программа. Спасибо большое. Ну что ж, планы на выходные, я думаю, что мы для вас по меньшей мере расписали, поэтому обязательно проводите здесь. Здесь немножечко поддувает ветерок, но его не стоит переживать. А вот как именно нужно будет одеться, узнаете из нашей погоды.